И как я это в жопу должен засовывать, блядь? Доброго времени суток, уважаемые телезрители. В эфире телепередача «Диалоги о простате» и я, ее ведущий, Михаил Запихахин. Сегодня у нас довольно специфичный ролик, довольно специфичная вещь у меня попала на обзор. В первую очередь, потому что эта вещь не была у меня в жопе. У меня специальный тренажер от компании K-Go, который называется в простонародье «БУСТ». Долбит нормально. А спонсором сегодняшнего выпуска, да и не просто спонсором, а я бы сказал донатером вот этой замечательной вещицы, которая впервые не вошла в меня, вещь, которая наконец-то в меня не вошла, побольше бы таких. Это, собственно, замечательная фирма K-Go, у нас от прямого производителя сегодня подгон. И сразу в начале ролика скажу, девчонки на прошлой неделе это уже говорили в своем женском выпуске, а я скажу в своем мужском, что K-Go.ru и на всю их продукцию, собственно, на вот этот замечательный «БУСТ», на тренажер женский, как там он называется, «Пельвик», K-Go, ну, неважно. Короче, на всю продукцию K-Go, промокод 10%, просак, вот он здесь, сайт тут, они тут висят, товарищи рекламодатели, обратите внимание, видите, как классно смотрится K-Go, на их месте можете быть вы. Особенность данного массажера заключается, в первую очередь, в том, что это первый непенетративный массажер простаты. Как же он работает, если он непенетративный? Чё он там? Как он вообще массирует? Куда его пхать? Самое классное, что его реально никуда не нужно пхать. Мы просто кладем на стульчик вот эту вот штучку, вот эта синенькая подушечка, она внутри вот с воздухом, она мягенькая, у нее внутри типа сенсоры находятся, и эта вот область голубенькая, она попадает на нашу замечательную промежность, на нашу просаковую зону, которую я, наверное, весь выпуск буду для простоты звать перинеум. И благодаря сенсорам и обратному виброотклику, путем сокращения мышц перинеума, у нас происходит как раз-таки тренировка и работа с предстательной железой. На самом деле технология, как это, не то чтобы новая, она имеет место быть, потому что вот эта вот зеркальная точка на перинеуме, на промежности, она как раз частенько стимулируется во время секса некоторыми мужчинами, во время массажера простаты, может, кто-нибудь видел, есть массажеры, у которых отдельный вот такой вот а-ля клиторальный отросток на вибраторах кроликах, но он чуть-чуть другой формы, чуть-чуть более длинный, как раз-таки для того, чтобы вместе с массажем простаты происходила стимуляция как раз-таки промежности. Действительно, когда некоторые, скажем так, мужчины не очень сильно хотят в пенетрацию, и чтобы не пенетрировали их, Кейгол заморочились и придумали вот такой вот нюанс. Думаю, все слышали еще про такую вещь, как мужские упражнения Кейгеля, когда, типа, ты, типа, писаешь, а потом Херакс остановился. Упражнение Кейгеля укрепляет мышцы промежности. Именно на сокращение вот этой вот мышцы промежности, их сокращая, они очень опосредованно, очень косвенно, но таки влияют на предстательную железу. Все там довольно близко, все довольно рядом, поэтому и сокращение, собственно, этих мышц, оно в меньшей степени, чем массаж простаты, но все-таки влияет на нее, табиш-простату. Я прямо сейчас их делаю, сжал, поражал. Быстренький анбоксинг, то есть я тут уже игрулечку достал, у нас вот такая вот, значит, карабинка. Внутри карабинки, как вы могли догадаться, находится вот эта вот штучка, вот эта вот тихая, зарядный провод, инструкция. Мне очень нравится, как она вот тут утоплена, она вот в таком пазе находится, и чтобы ее достать, нужно вызвать лифт. Инструкция очень простая, компактная, для дебилов. В основном, она тут нужна для того, чтобы правильно скачать приложение, о котором мы сейчас поговорим. Зарядный шнурчик классический, микро-USB, то есть любителям андроидов зайдет вдвойне. Даже нарисована картиночка, как сидеть на стуле с этой штукой. Это важно. Собственно, приложение, несмотря на геополитическую обстановку в мире, присутствует и в App Store, и в Google, как их там, вот эта вот херня вашей гугловской. В общем, приложуха есть, я на свой iPhone ее закачал без проблем, без труда. Я уверен, что у вас получится сделать то же самое. Скачали приложение на свой крутой телефон, смартфон, там, все дела. Сейчас я буду вам показывать, как это все дело выглядит. Значит, вот такое вот незамысловатое приложенице. Заходим, оно называется Boost. Он ищет подключение. Чтобы подключить игрульку, мы нажимаем вот эту массенькую кнопочку, там пару секунд, оп, она все, она загорелась синеньким. Ждет подключения. Тут у нас для любителей статистики есть результаты ваших тренировок в форме графика составленные. Классно выглядит, классно смотрится. Очень прикольно, даже с пояснением, что означают эти цифры. В настройках можно выбрать различную чувствительность, переставить язык. Все на русском присутствует. Напоминалочки там, пуши всякие, тоже все классно. При первом подключении вам выдадут, ну, там будет куча всяких шагов. Шагов поможет составить как раз-таки ваш уникальный режим, что называется. Ну, точнее, настроить саму игрушку, как она работает, откалибровать и тому подобное. Вот они, собственно, тренировочки. Как вы можете обратить внимание, их тут раз, два, три, четыре, пять вариаций. Сразу говорю, самая крутая тема, это вот это вот, это повторите фигуру. Я ее оставлю на конец ролика, потому что это вот самая большая ржомба в моей жизни. Я не мог ее никогда нормально сделать. На втором месте пинбол, обожаю пинбол. Ну, это тоже, сейчас все увидите. Сейчас на ваших глазах я буду тренироваться. Я буду массировать простату. Бесплатно, без смс, можно сказать, в прямом эфире. Да, кстати, у этой подушечки, если на ней сидят всякие дяденьки, есть такое неприятное свойство, как сдуваться немножко. Чтобы надуть эту подушечку обратно, все очень просто. У нас вот есть снизу на дно, на донышке вот такая вот кнопочка. Мы ее аккуратно нажимаем, оп, произошла надувка. Поехали. Размещаем эту штуку. Все поломалось. Нет, в том-то и прелесть. А, да, кстати, надо из-за них карманы все подоставать. В том-то и прелесть. И это написано даже в руководстве самой игрушки, что вы можете заниматься ей без штанов, в штанах, в одежде. Потому что это не пенетративная игрушка, ты на нее просто сел, откалибровал и... Слышите, она вибрирует, потому что я на нее очень сильно, очень сильно сел. Чтобы такое устранить, нажимаем на кнопку калибровка. Все. Оно автоматом откалибровалось. Видите? Я вот сейчас... Сжимаю мышцы переда ума. Ну что, вы готовы к первой тренировочке? А, стоп, движущаяся цель. А, ну... Тут все очень просто. Тут будут... Во всех тренировках идут подсказочки, дают время отдохнуть. Ну и, собственно, 5 минут, поехали. Сжимайте с вашей максимальной силой. Так, вена сейчас у меня выступит. Жатие на 23. Держи, 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 держи. Отдых. Это короткие подходы. Тут понимаешь, в чем фишка? Тут еще фишка в том, что как бы ее не пережать. То есть тут... О, вот... Блядь, самая нелюбимая, блядь. Это плавно. Еще... Оказывается, опять разговаривать во время этого не очень удобно. Плавненько напряглись. Расслабились. Сука. Дальше сжатие. Хорошо. Это тяжелее, чем кажется, между прочим. Серия. Очень опасно, если ты хочешь туалет по-большому перед тренировкой. Лучше сходить. Потому что тут столько мышц напрягается. Да, блядь. Как будто, блядь, штангу поднимаю. Сами знаете, чем. Так. Сжатие. Держи. Давай. У меня осталось 15 секунд. Давай. Итак, тренировка окончена. В конце показывают результаты. 57 сжатий я проделал за эти 5 минуточек. Общее среднее 6,6. Сила у меня всего на четверочку. То есть у меня не такой сильный перенеум, как хотелось бы. Зато контроль 8,8 и выносливость 7, стамина. Вот я всегда качаю стамину, как был в играх. И делаю правильно. А также злоу. Ты качал злоу все это время. Все прошлые диалоги про стати были только про злоу. Нет, там ловкость. Это все ловкость, Вадим. И удача. И дробящее оружие. Ладно, переходим. Но это тренировочка. То есть у нас может быть еще индивидуальная тренировка, где ты сам можешь построить шаблон, все там сделать, задать уровень силы и т.д. Но это неинтересно. Это для проф. этих пользователей. И у меня как бы движущая цель, все отлично, прекрасно заходит. Ну а теперь давайте посмотрим на Ржекичи. Сразу быстренько покажу кирпичи. Симулятор откладывания кирпичей. Кто бы кто не понял. Нет, на самом деле все это банальный арканоид. То есть ты нажимаешь на эту штуку, и она начинает двигаться влево-вправо. Очень отстойная, честно говоря, история. Шарик, нет, шарик! Все, мы прошли первый уровень. Стоп, хватит. Вот мой любимый, это пинбол. Всем фанатам пинбола Windows XP посвящается просто-напросто. Мы меняем уровень каждые 25 очков. Я, мой рекорд, я дошел до шестого. С пинболом все весело. Ты тут собираешь как бы эти штуки, вот эти звездочки, управляешь этими рычажками, нажимая, естественно, сами знаете чем, но сами знаете что. Пинбол прикольный. А, ну и самое главное, что даже в таких вот играх ты не будешь сидеть постоянно как бы... А, блядь, изо вас шарик просрал. Шарик упал в дырку. Шарик в дырке, шарик в дырке. То есть он дает отдыхать. То есть ты там 25 секунд играешь и 5 секунд, скажем так, переводишь дух. Давай, давай! Бау, бау! В общем, пинбольчик замечательный и весело выглядит вот таким вот образом. Самая смешная тренировка. Я не знаю, я не знаю, как вы будете видеть ее у себя. Она, конечно, называется Повторите фигуру. Но это не значит, что вам сейчас сракой нужно будет ерзать и рисовать ее. Нет, повторить фигуру нужно немножко по-другому весь этот высший пилотаж. Серьезно, к сожалению, я очень прошу прощения у наших друзей и производителей с Ки-Гола. Может, мы даже все вот это вот вырежем на монтаже, если оно окажется слишком зашкваром. Но я не буду говорить, с чем у меня это ассоциируется. Я очень плохой и испорченный человек. Так что я буду просто повторять фигуру. И никак не буду это комментировать. Ну что, погнали. Значит, тут смысл в том, чтобы когда вот на тебя едет такой вот квадрат, нужно нажать с необходимой силой, чтобы прямоугольник взял и пролез. Но хреновее, когда у нас идет овал, потому что он расширяется и сужается. КРУК! И отдыхаем. Мы молодцы, мы набрали 7,4 балла. Следующий круг, следующий круг. О, какой длинный прямоугольник, господи! Так, еще один овал! Ромб, нет, только не ромб! ОООООООООООООООН но этот ромбик был простенький маленький совсем чуть-чуть побольше и с каждым следующим раундом скорость фигур увеличивается и и так прямой опа прошел о какой тонкий ромб ну тут я уже да тут я уже видно что сыплюсь по контролю какой тоненький овал еще один прям а паромбик хорошо хуй ебать ваш контроль был великолепен в следующий уровень 5 нихрена себе я уже до пятого уровня дошел поэтому во всем ну погнали как ты быстро то летишь брат Скотти мы рядом, нужен теплый прием, как слышишь Как слышишь меня, Скотти? Вы слышите, мистер Скотт, люк нужно открыть через 10 А почему? Давай еще А вот давай Да, тут контроль, конечно, пошел по одному знакомому месту Продолжайте хорошо работать, не забывайте полностью и услаблять мышцы между каждой фигурой Это поможет повысить контрольный балл и вывести вас на следующий уровень Я понял, спасибо Какой тоненький Ладно, там еще 2 минуты заниматься, но я устал Можно я прекращу, пожалуйста Ладно, последняя попытка пройти 5 уровень Есть! 6 уровень преодолен Тихо! 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 Тут еще пресс напрягается, между прочим, пока ты работаешь Отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем Так, ромбик Ладно, 6 уровень я еще не готов взять Он мне еще не покорится Ну и что мы... О, нифига себе у меня тут показатели Сила 7,9 Контроль 6,8 Выносливость 8,4 Да я давакин, мать его Я очень сильно извиняюсь за все потуги, которые вам удалось сейчас увидеть Ну, потому что это, это тренировка А тренировки, если ты не приложил усилий, значит, ты ничего не сделал Я! Я холодный! Я большой! И учитывая то, как я тут напрягаюсь, тут я еще пару-тройку других мышц прокачиваю, помимо перенеума, простаты И же с ней Штука классная До сих пор для меня сомнительная, но прикольная То есть я массажерами простаты юзаю их чисто так вот Чтобы вам рассказать по большей части Проблем с простатой, тьфу-тьфу-тьфу, а может быть благодаря, кстати, самим массажерам я не испытываю Штука действительно хороша именно в первую очередь тем, кто хочет видеть свой результат Вот так вот я скажу Благодаря вот приложению, благодаря вот всем этим придуманным тренировкам, играм и тому подобное Видно, что ты вот каждый день поставил себе цель и идешь к цели Почему бы и нет? Второй момент, да, это действительно непенетративность этой вещицы То есть тут за ней как бы минимальный уход Главное держи зарядку, протирай там все дела И можно пользоваться другом С подругой и тому подобное Очень прикольная геометка Стоит задуматься Стоит задуматься действительно Она не влезает никуда, не помещается ни в какую из ваших частей тела Она находится тупо под вами, вы на ней сидите Она компактна, ее даже можно в задний карман джинс положить, если что Мне вещица понравилась Буду ли я дальше заниматься? Естественно, буду Я люблю пинбол Ну и, возможно, мы реализуем пару-тройку идей Да, кстати, записывайте, ребята, идеи Значит, это отличный дополнительный адаптер к любой консоли Не важно, там, плойка, иксбокс Почему? Потому что всех достали эти саные курки Эти саные вот эти вот кругляши джойстики Тебе, ты там играешь в игрулю Тебе нужно взять что-то зажать, накопить ульту У тебя свободный целый перенеум Ты садишься, начинаешь копить ульту, а потом как ультуешь Господи Отличный геймпад для геймеров Задумайтесь, расширьте количество приложений Жалко, что в пинболе ты управляешь только двумя вот этими штуками Одновременно, в смысле, они тыкают Было бы прикольно, если бы левой и правой по отдельности они бы управлялись Стрелялку какую-нибудь сюда бы завести было бы прикольно Там этот самолетик, который летает Я не знаю, короче, ребята Расширьте количество игрулик И будет вам просто вот Низкий мой поклон Готов каждую игрульку обозревать отдельно Просто В приложении На наших стримах будем Будем играть в эту вещицу Легко Ведь народ не понимает, что вот это же можно как бы и фаниться и заниматься собственным здоровьем А это же классно Прикольная имитация родов получится, наверное Тушься, тушься Спасибо, что были сегодня с нами Здесь В нашей prosak-овой студии На очередных диалогах о простоте С вами был Михаил Запехахин Фирма K라고л.ru Спасибо вам огромное 10 процентов промо-код Просак Приобретайте, веселитесь Ну и встретимся в следующий раз. Ну я же могу сильнее, нафига мне это? Отдыхаем. Ну нажимай сильнее, кстати, что будет, если сильнее будет? Сейчас телефон хоть взорвется, походу. Капец она выдает тут эту... Самая сильная вагина. Да остановись ты, там отдых. Но у меня плохо с контролем, понимаешь? Слушай, игрушка уставается? Это короткие подходы. Ахахахах Ну, видишь, можешь же в контроль. Знаешь, что самое смешное? Я делаю это не жопу. Так это не жопа надо делать, это пробежностью. Я это делаю промежностью. Молодец. Ну мне кажется, на высшей тридцатке тебе давать не будет. Ну и слава богу. Это все равно сложно. Держу Держу Держи Короткие сжатия Отпустила Нажала Отпустила Отпустила Плавно Плавно Расслабились Еще разок И снова расслабились Напрягаемся, расслабляемся, и еще разочек, и снова обратно отдыхаем. Ну что, ты готова к повторению фигур? Нет, не готова, ну давай. Ну поехали, Танюха. Раздвигай. Рано. Фишка в том, что нужно ее повторять прям по краешку, по контуру. Но это пока медленные, небольшие фигурки залетают. Ебать, ты кто? Яйцо, пошло яйцо. Яйцо побольше пошло. О, квадратик. Нормаз. Ну вот, первые уровни у нее пролетаются в этом режиме вообще на ура. На тоненького, значит, сейчас. Оп. Поезд залетает, бурель. О, ромбики пошли, мои любимые. Ага, не прошла. Почему? Надо пятерочку, надо больше пятерочки в конце, чтобы тебе оставалось. Небаные ромбики, это все... Из-за них. И между фигурами прям полностью расслабляйся. Да не могу! Оно уже в заряженном положении. Как я тебе расслаблюсь? Я расслабляюсь пол... Почему оно не расслабля... Расслабляйся! Сука! Отдыхай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Полминуты. Не так просто, как кажется. Офигеть вообще, это очень сложно. Давай, давай, держи, 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 держи. Так, хорошо, ролик. Не. Мой уровень 4. Ну, неплохо. Я при первом... Ну, сейчас давай посмотрим результаты. Сила 8,4, контроль 4,8, выносливость 8. Ну, контроль, контроль, да. Ну, я очень сильная. Ну, ты сильная, да. Давай еще, а вот давай. Хе-хе-хе! А-а-а, кольник взял и пролез! О-О-ОООООН! А-а-а, какой длинный прямоугольник, господи! Субтитры сделал DimaTorzok